В два раза завышена стоимость на некоторые продукты в районах области. Глава региона раскритиковал работу по сдерживанию цен. Наркотическую соль распространял Петропавловец в гаражах. Общий вес изъятого превысил 12,5 граммов, что считается особо крупной партией. 70 тысяч тонн сена заготовили хозяйство региона. Это много или мало? И как организована работа бригад? Ответит на эти вопросы наш корреспондент Дарья Пышмынцева. Смотрите далее. Каких показателей достиг наш регион за полугодия? Об этом говорили в областном Акимате. О социально-экономическом развитии доложил руководитель управления экономики. Он отметил, что наблюдается рост в отрасли сельского хозяйства. Рост производства молока обеспечен на 3,8%. По яйцу наблюдается снижение на 4,7%. Снижение допущено районами Козылжарские на 7,8%, в Таиншинске на 1,6%. Такого снижения по производству яиц не было даже при птичьем гриппе, отмечает глава региона. Акимы районов объясняют это тем, что с начала года на птицефабриках идет замена старого поголовья на молодых несушек. У нас выбраковка была в старой поголовье на молодняк. Сейчас уже 554 тысячи приобретено четырьмя птицефабриками. И в принципе мы ожидаем, что по итогам 9 месяцев мы вырумемся. Аналогичный ответ дал и Аким Таиншинского района. Спад наблюдается и в инвестициях. Область привлекла 156 миллиардов, что почти на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. Доля инвестиций в обрабатывающую промышленность в районах на сегодня составляет только порядка 5%. Это доля в районах. Вы давали поручение по реализации не менее одного проекта инвестиционного по обрабатывающей промышленности в районах в 2023 году. Если на областном уровне работа под вашим руководством проводится, сегодня у нас 15 крупных инвестиционных проектов республиканского уровня на сумму 59 миллиардов тенге, то в районах активность наблюдается слабая. Акимы отстающих районов заверили, что план до конца года исполнит. Работу по привлечению инвестиций следует активизировать, отметил Аким области и дал ряд поручений. Поручаю Управлению экономики совместно с профильными управлениями Акимов района и города Петропавловска обеспечить рост показателей социально-экономического развития по итогам 7 месяцев, провести детальный анализ достижения показателей по итогам 9 месяцев, Управление предпринимательства и сельского хозяйства и Акимов района обеспечит исполнение плана привлечения инвестиций. Управление строительства и градостроительства совместно с Акимами города Петропавловска обеспечит рост жилья. Также рассмотрели на совещании вопрос цены социально значимой продукты. Ценники в нашем регионе одни из самых низких по стране, отметил Дархан Амрин. Почему тогда инфляция в области превысила 6%, что выше среднего показателя по республике. Эффекта от проводимой работы нет, отметила Аким области и в доказательство привел ряд конкретных примеров. Мука первого сорта в некоторых магазинах Айртаусского района продается по 540 тенге. На Вайшимке еще дороже – 585 тенге. При том, что Северный Казахстан – главная зерносеющая область страны, да и цена на пшеницу упала. Аким районов на местах даже не знают цены, добавил Эдарбек Сапаров. Проинспектированы отдельные магазины райцентра, около 60 магазинов, которые находятся на мониторинге УАЗ. Несмотря на предпринимаемые меры, наблюдается рост цен. На постоянной основе еженедельно мониторят цены на СССР. Еженедельно проводят комиссию по расследованию последствий схем, выявлять, принимать меры и также организовать работу по закупу продукции стоп-фонда в районном области. Сейчас не все районы наладили работу со стоп-фондом. Среди них Акжарский, жители которого покупают рис по 600 тенге, тогда как можно было привезти его со складов стоп-фонда вдвое дешевле. Там хранится сейчас около 90 тонн этой крупы. К слову, высокие цены на рис выявили почти во всех районах. Вызвали критику и цену на рожки. Для стоп-фонда их производит ТОЕГЭН, расположено в Есельском районе. Примечательно, что в этом районе рожки продают на 160 тенге дороже, чем в точках стоп-фонда. Агирим Хамзина, Вадим Ударисов, МТРК. Объем строительных работ по информации Бюро национальной статистики в этом году увеличился на 24,2%. Суммарно выражение объем выполнен на 48,7 миллиарда тенге. Наибольший удельный вес занимает строительство сооружений. Закончено возведение 303 новых зданий. Из них 285 жилого и 18 нежилого назначения. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 76,1 тысячи квадратных метров. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра общей площади жилых домов составили 136,7 тысяч тенге. Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем промышленного производства увеличился на 14,5%. В горнодобывающей промышленности обрабатывающей снабжение электроэнергии газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. А объем инвестиций в основной капитал составил 156,3 миллиарда тенге. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал остаются собственные средства хозяйствующих субъектов. При этом приоритетными отраслями являлись сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование. Что касается объема воловой продукции сельского хозяйства, то в январе и июне текущего года он составил 132,7 миллиарда тенге. Выпускать ее стали больше на 3,4%. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе больше 43 тысяч тонн. Надоено коровьего молока 305 тысяч тонн и получено куриных яиц 329,4 миллиона штук. И еще. Производство продуктов питания выросло на 12,7%. В том числе мясо домашней птицы в 2,3 раза. Мясо и пищевых субпродуктов в 1,6 раза. Рафинированного и нерафинированного рапсового масла в 1,5 раза. Готовых кормов для сельскохозяйственных животных на 49,9%. Муки на 32,9%. Два вагона риса для стабфонда закупило акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация Солтустек». Его представители заключили меморандум с производителем риса в Казалардинской области. Предприятие выращивает, перерабатывает и реализует рис. То есть посредничество исключается, подчеркнули в СПК. В планах у него приобрести еще два вагона. Всего на 2023-2024 годы приобретали 204 тонны риса. Сейчас на складах имеются 89 тонн, в том числе 19 тонн для семи точек стабфонда и 70 тонн для крупных супермаркетов. Цена стабфонда 300 тенге за килограмм, в торговых сетях 315 тенге. Объемы продукции закупают, исходя из трехмесячной потребности населения. Региону по нормам потребления необходимо 336 тонн риса в год. Объем взаимной торговли региона со странами ЕС за пять месяцев этого года составил почти 260 миллионов долларов. В том числе импорт – 54 миллиона долларов, экспорт – 204 миллиона долларов. Наибольший удельный вес в общем объеме товарооборота занимает Российская Федерация – 97,2%. На Республику Беларусь приходится 2%, Республику Армения – 0,6%, Кыргызскую Республику – 0,2%. В этом году в Туо Явлинское МТС под кормовые культуры отвели 400 гектаров земли. Больше двух недель назад в товарищество приступили к сенокосу. Выезжаем с 8 часов до 7, рабочий день у нас. Обеспечим две деревни, спасовку, кизал, тогаш. Сейчас вот уберем первый покос люцерны, будет второй у нас покос. Под зарплату нам дают сено, чтобы скотину прокормить. Все есть – коровки, лошади, бараны. 20% от необходимого для сельчан объема сена в товариществе заготовили. Всего на предприятии планируют сделать запас в 400 тысяч тонн. В Спасовский сельский округ включено 3 населенных пункта. Сейчас вот это Сарман, Таугаш, Спасовка, где проживает около 400 человек. Данная тварь проводит обеспечение населения с кормами. Рабочим дает по 3 тысячи за тюк. Контролируем ценовую политику, чтобы от трех центов тюк продавался до 6 тысяч тенге. У нас же земли все паевые, и выдается паи в виде грубых кормов, в виде зерна, пшеницы. Сенокос в области начался 10 июля. О темпах работ рассказала пресс-секретарь областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Асима Айтулова. На сегодняшний день заготовлено 70 тысяч тонн сена и 18 тысяч тонн сенажа. Всего потребность в этом году составляют по области 940 тысяч тонн. Перед хозяйствами области стоит задача завершить сенокос до начала уборочной кампании. Дарья Пашмыцова, Александр Янцын, МТРК. Сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены на услуги связи и интернета. Как сообщается в рассылке «Актив» клиентам, абонентская плата изменится с 8 августа. В Селедва и Алтел сообщили, что повышение тарифов связано с экономической ситуацией. Компенсируют подорожание внедрением дополнительных ресурсов и услуг. В Казахтелекоме повышение тарифов на некоторые тарифные планы планируется с 1 августа. В Билайн намерены убрать безлимитно социальные сети и видеохостинги. Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин заявил, что в Казахстане проблема с интернетом связана с дешевыми тарифами и активным пользованием казахстанцев. Областной центр методической работы информационных технологий в сфере образования был признан одним из ведущих по результатам республиканского мониторинга региональных отраслевых управлений. Специалисты центра организовали республиканский семинар на базе Кузыбаев-Университи, чтобы обменяться опытом с коллегами из других областей страны. На мероприятии будут представлены эффективные подходы, формы и результаты работы методического сопровождения организации образования нашего региона. Сегодня в кейсе центра реализуется ряд масштабных проектов. Это такие проекты, как по инклюзивному, дошкольному образованию, воспитательной работе, развитию психологических служб. Также центр аккумулирует деятельность 16 предметных ассоциаций. Для максимального охвата участников из всех регионов семинар организован в офлайн и онлайн форматах. На семинар смогли приехать представители методических служб из Костанайской и Абайской областей. Они, как и другие участники семинара, готовы впитывать новые знания, чтобы улучшить качество своих организаций. Это и дошкольное воспитание, это и организация дебатного движения, это работа с молодыми специалистами. Нашим кабинетом ведется огромная работа во всех направлениях. Педагоги Житикаринского района являются лидерами ассоциации Костанайской области, являются призерами различных профессиональных конкурсов. Педагоги Костанайской области постоянно совершенствуются. К этому стремятся все участники республиканского семинара. Он охватил больше ста специалистов. Дарья Пашмынцева, Александр Янцин, МТРК Возгорание сухостоя произошло в Акжарском районе. 18 июля в 10 километрах от села Тугуржаб загорелась сухая трава на площади 750 гектаров. Открытого огня не наблюдалось. Угрозы населенным пунктам и лесным массивам нет, сообщают в прислужбе ДЧС СКО. Спасатели на месте несут караул. Также дополнительно произведена опашка по периметру возгорания четырьмя единицами техники. 19 июля к 12 часам дня пожар был полностью ликвидирован. Новый формат следственных действий ввели для полицейских. Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, которые позволили следственным подразделениям перейти на краткую форму следственного протокола. Прежде при составлении письменного протокола оставалась вероятность ошибки или фальсификации. Теперь в случае полной видеофиксации показаний всех участников уголовного процесса, потерпевших, подозреваемых и свидетелей, в протоколе лишь кратко излагаются сведения, имеющие значение для дела. В дальнейшем в уголовном процессе фигурируют уже видеозаписи. Если у участников имеются дополнения, они также отражаются в кратком протоколе. Это укрепляет правовую защищенность людей, повышает качество и объективность расследования, отмечает исполняющие обязанности начальника следственного управления департамента Асад Кусаинов. Краткий протокол используется при рассмотрении всех категорий уголовных дел. С 19 мая, когда законодательные изменения вступили в силу, следователи и дознаватели в регионе провели более 50 следственных действий с видеофиксацией и составлением краткого протокола. Уже состоялись приговоры по семи делам, оконченным с применением данного новшества. 38-летний Петропавловец подозревается в сбытии синтетических наркотиков. Задержали мужчину в одном из гаражных кооперативов. Изъяли у наркозбытчика пять полимерных свертков Zip-Lock, обмотанных изолентой, с кристаллообразным веществом. Согласно показаниям мужчины, он успел сделать семь тайников. Все они были обнаружены. Экспертиза показала, что это синтетическое психоактивное вещество, также известно под названием соль. Общий вес изъятого составил 12,6 граммов. Полицейские напоминают, что для синтетических наркотиков особо крупный размер начинается от 1 грамма. Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Ранее он также был судим за особо тяжкое преступление. Всего с начала года взято под стражу 18 подозреваемых в сбытии наркотиков. Из них больше половины – молодые люди до 25 лет. Дети в ночном городе. Под таким названием в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Главная задача – профилактика преступлений и правонарушений с участием несовершеннолетних. Полицейские 17 июля проводят рейды. Так, за одну ночь они выявили семь нарушений. Родителям подростков, которые оказались без присмотра, выписали предупреждение. С начала года, по информации пресс-службы департамента, к административной ответственности привлекли более 1600 законных представителей. Штрафы получили 522 родителя. Стоит также отметить, что в регионе на учете состоят 170 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Специализированный межрайонный суд в этом году уже направили 72 материала на лишение родительских прав. По 36 из них иски удовлетворены. С 17 по 19 июля 2023 года проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Сегодня в рамках данного ОПМ совместно с отделом образования города Петропавловска приведено рейдовое мероприятие, в ходе которого выявлены административные правонарушения по статье 442 часть 2 административного кодекса Республики Казахстан «Нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей». Привлечено 5 законных представителей. По статье 435 часть 1 административного кодекса Республики Казахстан «Мелкая хулиганца, совершенная несовершеннолетним» Привлечен один законный представитель. Североказахстанский спортсмен Нуркожа Кайпанов недавно вернулся с четвертого рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште. Выступал Нуркожа в весовой категории до 74 килограммов, провел четыре схватки. В конце уступил лишь хозяину ковра. По итогу Нуркожа Кайпанов принес в копилку страны серебряную медаль. Второе место и у казахстанца Асимжана Достанбека в категории до 61 килограмма. Еще пять борцов привезли домой бронзу. Эти награды позволили сборной Казахстана занять второе общекомандное место. Всего участия в этом турнире принимали 24 спортсмена из разных стран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok